РЗР Кап, второй этап. Ну что, скажешь, почему так мало народу? Третий подход. Жарко. Жарко? Все скисаны. И все? Ну вот, наконец-таки все формально совершены. Здравствуйте, дорогие друзья, добро пожаловать на X-Арену, добро пожаловать на РЗР Кэп. И с приветственным словом, коротким и длинным, не зная, это X-Pro, выступит Артём Скориков, руководитель направления Поварис. У вас есть что на камеру сказать? Да, дайте камеру. Говори, говори. К камеру нет. Гости второго этапа всероссийской гоночной серии X-Арен Кэп. Приветствую вас от лица компании РАН, официального дистрибьютора Поварис в России. Желаю всем успешного выступления. Великолепная погода, великолепная трасса. Самое главное, пожелание, будьте аккуратнее, получайте удовольствие. Спасибо. Здравствуйте, дорогие участники. Я тоже рад приветствовать вас на втором этапе всероссийской серии Поварис Резер Кэп. Надеюсь, что вы все пребываете в отличном настроении, все позитивные, веселые, радостные, уважаете друг друга. Трасса будет немножко пылить, ребята, потому что вот Маликов Иван сказал, что дождь будет сегодня-завтра. И подтвердил, что вот смотри, дождь будет сегодня-завтра, но что-то прогадал Иван. Вот видите, будет говорить. Он пошел вызывать его. О, вон не вор. Да. Трасса, в общем-то, как обычно, она сложная. Поэтому я бы хотел, чтобы вы были все аккуратны, очень аккуратны. Чтобы было как можно меньше контактной борьбы. Особое внимание хочу обратить ТВшников. Что будьте вообще аккуратны, ребята. То есть там есть триал, он непростой. Я знаю, что вы все сильные, все умеете ездить хорошо. Но будьте аккуратны. Ну и поздравляю вас с открытием второго этапа. Сейчас, Эдуард, главный судья. Сейчас главный судья поведает вам все остальное. Я рад вас всех видеть здесь. Спасибо. Уважаемые спортсмены, уважаемые зрители. Я также вас приветствую на этой трассе. Хочу сказать всем спортсменам, удачных вам стартов, хороших финишей. Напомню, что на соревнованиях правило одно. Соблюдать правила незнания правил не освобождают от наказания. Ваши соревнования проводятся по правилам Моносклерной Федерации России. Если что-то непонятно, подойдите ко мне. Сейчас я немного объясню вам суть трассы. То, что вот зона механиков, и можете вы ремонт делать, и не можете. Сам спортсмен может себе помочь. То есть сделать все, что угодно. В зоне механиков может механик ему помочь. Остальное все будет считаться помощь на трассе, если что-то произойдет. Еще раз хочу напомнить. То есть у Сайбайсайта старт с заглушенными двигателями, с поднятыми руками. По взмаху флага заводится мотор, и тогда только стартует. Только после взмаха флага заводится мотор. Потом для квадроциклов последовательно выезжаете. Все квадрики выезжают последовательно. И у вас старт будет не вот с этого места, а перед петлей. Там сделан, ну, пролом. Ну, то есть это самый разрез в этом. И будете стартовать последовательно через каждые 10 секунд. Есть вопросы? Задайте. Вы сказали, что очень важно двигатель запускать после взмаха судьи. Да. А как быть с теми, кто двигатель запускает до взмаха судьи? То есть под старт, второй девиз 9. У меня есть 2 Pro. Я вот с прошлого этапа могу сказать, что 3 мотора были заведены до взмаха судьи. Как с этим быть? Ну, я против... Нет, можно обратиться с этим вопросом? Нет, против должен быть. Ну, во-первых, потому что я его смотрел. Я был на прошлой этапе. Смотреть мало, надо слышать. Стоп. Смотреть мало, надо слышать. Это слышно, как двигатели запускаются? Ну, в общем-то, я не услышал этого. Я хотя находился, я видел. Ну, по крайней мере, движение бы я увидел. Движение бы я увидел. Движение бы я увидел. Ну, это у вас так трудно, это в положении. Нет, ну, там положение нет. То есть, это само по сай-бай-сайду ремень рвется, мы можем выйти, поменять и дальше ехать? Сами, да. Сами, да, можете. И в зоне механика вам может помочь механик даже в этом случае. Ну, в зоне механика. На трассе, если я порвался, ну, переменник, я ее меняю. Сами можете, все, сами. Но ни другой помощи не должно быть. Единственное, чтобы убрать машину, может помогать вам этот катал. Ну, судья или пара. На дистанции, на дистанции. Благмаршалы могут помогать? Да. И в том случае только откатить машину, чтобы безопасность допустить другим гонщикам. Все, есть, может, где-то вопрос? Пашка. Или 10 секунд подрацикл, да? Да. По одному. По одному. А в какой стороне стекла? Где этот флак, Пашка? Извините. Фотоциклы сколько едут? Где безопасный, там он и стоит. По сколько кругу? Где безопасный, там он и стоит. Фотоцикл сколько едет? Три круга. Ребят, мы поставим сейчас специалист судью, который будет слушать. Если он флаг красный поднял, тормознем заезд, определим товарища, задний круг. Спасибо. Я думаю, что мы в этот раз с этим справимся. И проблем не будет ни у кого. Мы просто не успели кнопку поставить эту, поэтому так, ну, привлекаем внимание. Ну, а если что-то, то это надо делать, подавать протест в течение 30 минут после опубликования результатов. Удовольствия. Что ты самый разговорчивый? Все молчат, закладут тебя кнопку. Удачи вам, господа. Я самая большая. Все, брифинг окончился. Сейчас идет построение перед показом, квадроциклом трассы квадроциклетной. Она будет почти триальная. РЗР Кап. Формалин. Или формалин. Ну, что скажете? Вперед? Чтобы бороться, я тебе сказать. Вперед, конечно. Хорошо. За победами. За баблом. Что-то случилось. Вот, ребята, говорят, что после он подумал, что надо было ехать прямо, хотя бы. Фитально проведем круг. И в этот момент резко завернул. Сейчас, сейчас, сейчас. Хочу еще закрепить. Кто это? На рейнике. Я вижу, что на рейнике, я его не знаю. И хотел повернуть направо. Что он? Он хотел повернуть прямо и резко остановился. И через руль перевернулся? И ударил. Он сам ударил. А квадроцикл на нее сверху упал? Ой, это и люди. Надо треал мимо и прямо. Да, треал убирать надо. Теал убираем и прямо. А, сейчас. Теал убираем. Это еще показ трассы был. Да. Олег, давай треал убираем. Мы по прямой просто круг маленький. Давайте закрытый парк. Я наеду нарядку. Ё, пушечные дороги пушат. Потрать пахнет. Это опаснее вот эту. Вот это опаснее, да. Все в закрытый парк аккуратно перебираемся. Так, сейчас закрываю тренировку и показ трассы. Произошла трагедия. Который циклист промахнулся. Вы здесь стояли? Вы видели, что случилось? Нет. Не было никого? Мы подошли. Ты здесь, Алена, стоял? Я все узнала. Ничего смешного нет, ну ладно. Мы видели, да. Вот этот, он поворот поздно заметил. Пропустил поворот. Он по внешнему радиусу шел, да? Он, кстати, ходил поворот направо и встал. И резко затормозил. Его наиболее подошел. Квадроцикл на него упал. Да. Он вертанулся один раз. Все, все квадроциклы едут в закрытый парк. Пока гонка останавливается до решения судей. Вот сейчас построили брифинга участников. Вы знаете этого парня? Кто-нибудь? Знаешь? Кто он? Откуда? Потому что я... Спитер. Спитер, 78-й номер. Это, по-моему, Бычкова номер. Нет, 98-й Бычкова. Это Спитер, а Андрей Богданович. Андрей Богданович, да? Чего он валил-то на все деньги? Только тренировка. Более на таком месте. Да нет, место-то все знают, что здесь поворачивать. Кто на X-арене постоянно ездит, знает. Да, он первый раз, конечно. Да, он первый раз, конечно. Потом еще подпрыгнул. Не помню. 500-й. И еще раз накрыл. Ну, просто, чтобы понимать. За ним ехал. Олег, ты на этой половине на заседку 8-м, где-то вы не дохадаете. Конечно, я все знаю, что происходит. А где Хромушин-то? Ну, ехал. Короче, он испугался, что ли? Поехал памперс. Памперс менять? Ну, что скажешь? Ренигаз я еще не подводил? Привык к нему? После X-ти пешки совсем по-другому ведет себя. С ним нужно бороться. На том, едешь и просто газ открываешь. А здесь нужно прыгать на нем, как на мотоцикле мото-кроссовом. Давай, Ром, езжай. Ну, мы, наверное, не поедем больше. Не поедем. Шансы все расставили на победу. Триал убирают. Триал не уберут. Кто тебе сказал? Я только что с Чаблаковым разговаривал. Не уберут. Триал не уберут. Ленту заново натянули. Не уберут. Кыни и так боятся, что вы быстро ездите. Еще не уберут триал. Они сейчас только по триалу вас пустят. Через муд-яму. Да, да, да. Через муд-рейсинговую яму три этих круга сейчас пустят и все. Через 100, через 100. Нет, там побольше. Там побольше. Небольшая пауза. Первый раз по ходу этого круга отправились в ледную секцию для Триала. Первая ее часть это проезд через Голубо с покрышками. Летай! Там залезает Триала! Затем проезд по деревянному насилу вверх. Разворот на 180 градусов. Проезд по греху над большим оврагом. Проезд из зоны с леденцами-карапатами. Триал. 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 Разворот. Небольшой пауза. Триал. 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok